Побежали, побежали! Мы в Вене! Велькомен! В ритме вальса Вена принимает Евровидение. Старались уменьшиться, брали только самое необходимое. Лимонад рекой, венские колбаски в промо-пакетах и твиттер зеркала в подарок. Как подготовилась Евровидение? Видите? Раз Моцарт, два Моцарт. Правда ли, что в Вене все уличные продавцы носят камзолы и белые парики? Моцарты повсюду. Два плюс три, получается два. Почему бы к вокалисту Юзари не выйдут на сцену Евровидения? Я уже обиделся, больше не поеду. Время заглянуть в будущее. Предсказания журналистов. Быть ли Юзари и Маймуни в финале? Еврофаны очень любят Юзари. Все, что осталось за кадром, что так и не войдет в трансляцию конкурса и о чем промолчат комментаторы. Закулисные тайны, конкурсные интриги и другие приключения Юзари, Маймуны и Скрипки. Смотрите прямо сейчас. Аэропорт. Рейс Минск-Вена. В зоне вылета непривычный ажиотаж среди провожающих. Поклонницы в толпе выглядывают его, а он немного опаздывает. Чуть-чуть терпения, и вот он уже выходит из машины с бананом в руке. Не успел позавтракать. Что еще нужно артисту? Банан, паспорт и чемодан. На Евровидении Юзари приехали провожать родители. Мама дает последнее наставление. Папа молчит. Кажется, он больше всех волнуется. Только хочется уже в бой и обязательно с победой вернуться домой. Журналисты пытаются разглядеть среди родственников и поклонниц ту самую единственную любимую, которую, по слухам, уже давно заняла сердце Юзари. Но, увы, свою личную жизнь певец скрывает от объективов и журналистских глаз. Маймуна же, напротив, часами готова говорить о детях и муже Андрея. Кстати, он летит на Евровидение вместе с ней. Связки в горле, а в руке скрипка. Так, встречу. Все, пока. Два часа в полете, и вот она, родина Моцарта и Шуберта. Страна, которая вызывает репет у всех музыкантов без исключения. Мы в Вене! Белорусскую делегацию встречают волонтеры с национальным флагом и ведут угощать сладеньким. И тут же первые подарки. Твиттер-миррор в форме евровизийного сердца. Как подготовилась Евровидение? Видите? Теперь каждый свой шаг Юзари Маймуна будут фотографировать и сразу же выкладывать в интернет. Кстати, с интернетом в Вене никаких проблем. Вай-фай здесь везде, даже в автобусе. Сылаю свои сообщения о том, что все хорошо. По дороге в отель Маймуна Юзари рассматривают содержимое промо-сумок. Чего тут только нет. От надувной подушки для сна до венских колбасок. Набор артиста. Охотничья колбаска. Полчаса и мы уже в отеле. Наконец-то мы увидим, где мы будем жить все это время. Пойдемте посмотрим все вместе. И в самом деле давайте-ка посмотрим, насколько шикарно будут жить наши артисты. На седьмом этаже есть видный зал. 24 часа в сутки и сауна, которая работает с 4 дня до 10 вечера. А теперь пройдемте-ка в звездные номера. Поищем твой номер. 411? Вот, наверное, это вот этот. Это приятно. Очень красиво. Никаких люксов и пентхаусов. Все стильно, модно, молодежно. В общем, ребят, давайте мы уже приехали. Будем отдыхать после этого долгого перелета. Увидимся каждый день на канале Беларусь 1. Пока. День второй. Отель. 8.15 утра. Идем поздравлять. Не спится только белорусская делегация. Он пока об этом не знает. Главное, это перепутать комнату. На цыпочках, перешептываясь, вся команда крадется по коридору, чтобы разбудить юзари. Объятия, поцелуи, стихи. Рядом маймуна, пацаны и девчата. Рядом с тобою связка друзей. Пусть всем запомнится нам эта дата. Ну, с днем рождения! Давай веселей! Это уже второй день рождения, который юзари встречает на Евровидении. Первый раз был в Дюссельдорфе, куда певец ездил в команде Анастасии Винниковой. Позже любитель мистики юзари признается, в том, что его 24-летие совпало с юбилеем Евровидения, он видит особый знак судьбы. Спасибо вам большое! Знаки знаками, а репетиции по расписанию. Чуть-чуть маркад, не сакад, под маркад. Каждый день для юзари и его команды составляется рабочий график. Опоздание даже на 5 минут чревато. Могут дисквалифицировать или оштрафовать. Вот такие жесткие правила Евровидения. Раз, два, раз. Трампы, как дандыр. Трампы, как дандыр. Трампы, как дандыр. Репетиции по вокалу только с первого взгляда кажутся смешными. На самом же деле у самого известного тренера на Евровидении Алекса Панаи не забалуешь. Он слышит любую фальшивую ноту и моментально улавливает неправильное английское произношение. Профессионал с большой буквы. Трампы, как дандыр. После вокала у юзари Маймуне репетиция номера. В этом году белорусы решили отказаться от пафосных постановок с дорогими декорациями. И сосредоточиться не на внешней красоте, а на внутренней. Вот здесь начинается ретрадон у нас. Сюда ходи, туда не ходи. Как ты там стоишь, когда он к тебе подходит. Вот здесь улыбнись, а вот в этом месте скрипку нужно поднимать более плавно. Чуть раньше начни свое движение, чтобы это было не такой быстрый подъем скрипки. На сцене Маймуна будет то ли девушка, то ли видение. Она как утекающее время и ускользающая жизнь. Либо ты вот здесь вот остаешься. Вот здесь. Вот здесь вот. И она есть, и ее нет. Вот здесь? Да. Как будто вот она рядом, но я не могу начать. После такого напряженного дня артисты падают без сил и жалуются, что все время хотят спать. Сон артистов – это, кстати, единственное, что еще не сняла наша съемочная группа. А так юзарей Маймуна даже на прогулку ходят под присмотром телекамер. А у вас билет есть? Нет. 300 евро. В Венском метро конкурсантов возят бесплатно. Вместо билета – аккредитация. У нас билетов нет, поэтому только студенческие. По Минску юзарей Маймуна ездят на автомобилях, и метро для них – в диковинку. А тут еще и пассажиры, как из музея. Юзарей Маймуна удивляет Вене все. Вот смешные светофоры, которые запрещают переходить улицу двум девочкам. Светофоры – просто прикол Вен. Мальчик – девочка, девочка – мальчик, мальчик, мальчик. А вот уличные торговцы. Все как один, похожи на Моцарта. Знал бы композитор, что на его родине на нем будут делать бизнес. Моцарты повсюду. В Вене даже сувениры все сплошь музыкальные. Это ее стихи. Ой, красота. Но больше всего Маймуну заинтересовали скрипки. Мало того, артистка даже умудрилась сыграть на сувенирном инструменте. Как прелесть. Они так заигрались, что даже, кажется, забыли, в каком времени они находятся. Мы сели в машину времени и на колясо. Так хорошо, что хочется петь или играть на скрипке. Маймона, которая даже на прогулке не расстается со своей антикварной скрипкой, решила на улице Вены устроить маленький уличный концерт абсолютно бесплатно. Утро, отель, автобус. Юзари Маймуна спешат на первую репетицию в арену в Венерштадт-Хале. Привет. Привет. Ну что, какая она арена Вены? Чтобы попасть внутрь, нужно пройти строгий досмотр. Здесь почти как в аэропорту. На входе стоят турникеты, которые считывают код на аккредитации. Немножко ощущаешь, что метро. Проездной. А дальше служба безопасности тщательно проверит содержимое ваших сумок. Для конкурсантов никаких поблажек и пропусков вне очереди. Вся арена разделена на зоны, как в компьютерной игре. К примеру, в гримёрке артистов вход для пресса строго запрещен. Общаться с конкурсантами журналисты могут только на своей территории, в пресс-центре. Но для нашей съёмочной группы нет ничего невозможного. Мы следим за каждым шагом наших конкурсантов, ни на минуту не упуская их из виду. Вот визарей бок-вокалисты распеваются в гримёрке. Или всё-таки разминаются. А вот красотка Маймона перед выходом на сцену. Платье такое длинное, что передвигаться по коридорам без посторонней помощи невозможно. С первого взгляда они совсем не волнуются. Постоянно шутят и разыгрывают друг друга. Так, так, агурат. Отойдите, отойдите. Пошли здесь. Лишь когда они приступили вот эту черту... Только для артистов. И вышли на сцену, на крупных планах стало заметно. Они всё-таки немного переживают. Вступление было хорошим. Будет ещё лучше. Да, были небольшие недосчёты, очень небольшие. Но дальше мы всё усовершенствовали. Сегодня у нас получилось лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Мне кажется, что Юзари почувствовал номер. Прожил его. Она и он. Он влюблён, она хладна. Он весь в чёрном, она в белом платье. Такое вот романтичное, полётное и летящее. В орнаменте вплетены первые буквы наших с Юзари имён. По новым евровизийным правилам на первую репетицию конкурсанты обязаны прийти в сценических костюмах. Раньше такого закона не было. И участники репетировали в чём угодно, хоть в спортивном. Кто бы мог подумать, что именно новые правила сыграют белорусам на руку. Мы приняли решение подкоротить шлейф. После первой репетиции выяснится, пиджак Юзари нужно ушить, а платье маймоны укоротить. Окажется, что конкурсантка боится запутаться в длинном шлейфе и упасть со сцены. Было неудобно ходить, потому что у меня очень такие движения динамичные на сцене. Раскроется и ещё одна интрига. Режиссёр Нина Драко примет решение убрать со сцены всех трёх бэк-вокалистов. Жаль, когда с бэк-вокалистами именно обращаются. Так есть технические моменты, которые касаются уже не нашей группы. Если в прошлом году только мама Дениса Алиса не увидела сына по телевизору, то теперь и родители Артёма и Юры своих детей только услышат на Евровидении. Мама не волнуется. Всем мамам большой привет. Они то ли в шутку, то ли всерьёз обиделись. Но на какие жертвы не пойдёшь ради искусства? Мы уже обиделся, больше не поеду. Тем временем в пресс-центре тоже разгорели споры. Многие музыкальные критики-эксперты Евровидения уверены, бэк-вокалистов нужно было оставить. В Беларуси остается пустота на сцене. Сейчас по голосованию пресса в полуфинале Беларуса на восьмом месте. А это значит, что журналисты прогнозируют Юзари и Маймуня выход в финал. А вот лидирует в рейтинге журналистов россиянка Полина Гагарина. Международные эксперты уверены, она лучшая в первом полуфинале. Идеально оформлен номер, выстроены все на сцене, бэк-вокалисты, заполнена сцена красиво. Кстати, наша гримерка находится по соседству с Российской. И выступают артисты друг за другом. Но как тут не познакомиться? Мне так нравится ваша песня. Прям вообще. Спасибо. Правда, очень. Мне же мне... Можешь смотреть даже, смотрю тебя. Пока Полина Гагарина бьет рейтинги в таблице голосования, белорусы тоже решили поставить рекорд. Маймуна похвасталась журналистам. Она обгонит Дэвида Гаррета и сыграет полет шмеля за минуту. До этого мировой рекорд был 65 секунд. Маймуна таки побила рекорд Гаррета. Теперь дело осталось за малым. Подать заявку в книгу рекордов Гиннеса. Да, в следующий раз, конечно, нужно будет вызвать рекорд Гиннеса и... Да? Да, будем разбираться. Вот так прошла первая евровизийная неделя. Через несколько часов начнется официальная церемония открытия Евровидения, во время которой юзари Маймуна пройдут по красной дорожке. Ну а дальше генеральная репетиция, два полуфинала и, если звезды сложатся, финал. Остановит ли юзари время? Станет ли Маймуна первой скрипкой на Евровидении? И сколько раз песня «Тайм» прозвучит на сцене арены штат Хали? Покажет время, телетрансляции и дневники Евровидения. Смотрите нас каждый день на «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Партнер белорусской делегации международного конкурса песни «Евровидение-2015» ресторан «Кроке-клуб Синатра», проспект «Победители-13». Болеем за Беларусь!